Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала. Меня зовут Русский Хован. Сегодня мы поговорим с вами о нитратах. Нитраты являются известными такими загрязнителями, вредными веществами в овощах и фруктах. Больше всего нитратов накапливается в зелени, в руколе, в петрушке, в укропе, очень много в шпинате. Очень много нитратов накапливается в корнеплодах. Это могут быть и свекла, и морковь, другие овощи. Много накапливает нитратов картофель, много накапливает нитратов капуста, но она накапливает очень много в кочерыжке. Нитраты не всегда равномерно распределены по растению, скорее даже неравномерно. Почему растения накапливают много нитратов? Дело в том, что это запас азота для растений. Растения очень нуждаются в азоте. Рост развития растений зависит от азота. Нитраты полезны для растений, поэтому они их накапливают в таком большом виде. Если мы даем им много азотного питания в любом виде, будь то в виде непосредственно нитратных удобрений, селитр, будь то в виде зеленого удобрения, будь то в виде мочевины, который не содержит нитратов, будь то в виде сульфата аммония, который не содержит нитратов, все это азотное удобрение. В любом случае все это преобразуется в почве или даже в самих растениях в нитраты и превратится в нитраты и накопится в растениях. Сами по себе нитраты безопасны для здоровья человека. Они не представляют большой угрозы для человека. Но однако же при всем том нитраты в организме человека могут преобразовываться в другие вещества. В первую очередь нитриты и во вторую очередь нитрозамины. Первые являются очень опасными, нарушают функцию крови. Вторые являются прямыми канцерогенами. Именно поэтому занитраченные овощи и фрукты так опасны. Мы неоднократно на нашем канале давали предупреждение о том, что иногда не стоит слушать некоторых блогеров, которые рекомендуют, например, закармливать органическими удобрениями клубнику перед или во время цветения, тем же пометом. Это все предпосылки к тому, что нитраты накопятся в продукции, потому что вносить азотные удобрения нужно очень и очень грамотно и очень-очень осторожно. Кроме того, мы всегда даем особые рекомендации для подкорма как овощей, так и плодовых деревьев и кустарников, таким образом, чтобы там тоже не накопились нитраты в продукции. Мы говорим о правильных сроках внесения, правильной форме внесения. Это важно. Кроме того, уже, наверное, все постоянные зрители нашего канала усвоили, что подкормка железом, хилатным железом по листу является одним из важнейших факторов снижения количества нитратов в плодоовощной продукции. Почему? Потому что именно от железа зависит, ну не только от железа, но в том числе от железа, зависит процесс превращения нитратов в аминокислоты, в составные части белков, которые тоже являются важным таким пулом, важным запасным таким резервом, резервом азота в растениях. Поэтому это очень важно, чтобы нитраты в растениях быстро преобразовывались в полезные вещества. Но что же делать, как не попасться на нитраты? Вот почему передо мной кабачки? Потому что как раз тыквенные овощи также накапливают большое количество нитратов. Кабачок, особенно ранние овощи, которые накопили много нитратов, но еще не успели израсходовать на образование, например, семян. Вот они-то и представляют для нас главную опасность. А ведь мы хотим съесть их много, пораньше мы по ним истосковались. Огурцы также являются таким важным источником нитратов. Поэтому поговорим вот на примере кабачков о нитратах. Как сделать так, чтобы нитраты не были опасны для нашего здоровья? Как я уже сказал, опасность представляют из себя нитриты и нитрозамины. Первое, что необходимо сказать, что и нитраты, и нитриты образуются еще непосредственно, вернее, нитриты образуются из нитратов, как и нитрозамины, непосредственно еще в продукции. И вот очень интересно, чем дольше вы храните вот эту сорванную продукцию, тем больше там накапливается нитритов. Чем быстрее вы ее потребляете в пищу и в первую очередь подвергаете легкой термической обработке, например, тушению, бланшированию, тем меньше там образуется нитритов непосредственно в самом овоще. Поэтому правило номер один. Потребляйте овощи и фрукты свежими. Не собирайте их слишком много и наперед. Собирайте их так, чтобы потребить в самое ближайшее время. Второе место, где в нашем организме образуются нитриты из нитратов, а из нитритов нитрозамины – это полость рта. В превращении нитратов в нитриты принимает участие микрофлора, которая населяет полость рта. В первую очередь всевозможные вредные стафилококки, в том числе золотистый стафилококк. Именно поэтому содержать свою полость рта в порядке нужно очень и очень тщательно. Ну просто чистите зубы регулярно. Сходите к врачу, чтобы не было кариеса, не было дуплистых зубов. Это может показаться странным, сколько там та пища находится у нас во рту. Однако же при всем том хорошо показано, что именно в полость рта образуются первые нитриты, которые представляют наибольшую опасность для нашего организма. Следующее важное место, где образуются нитриты и нитрозамины в нашем организме – это желудок, высокая кислотность желудочного сока приводит к тому, что из нитратов, вот они, нитраты, превращаются в эти опасные соединения. Поэтому следующее, третье правило – это, конечно же, использование продуктов с высоким содержанием аскорбиновой кислоты. Это очень важный момент. Между прочим, нитраты также могут накапливаться в молоке. И даже есть научные разрывы. Ну корова ест траву, подкормленную удобрениями, и, конечно, там будут нитраты в молоке. И есть даже хорошее исследование, что молочные смеси для детей необходимо обогащать и обрабатывать аскорбиновой кислотой с целью предотвращения нитратов в нитриты и в нитрозаминовые соединения. Кабачки являются одними из главнейших источников аскорбиновой кислоты. Но вот при хранении, к сожалению, аскорбиновая кислота в них разрушается. Поэтому это тоже один из факторов, почему надо потреблять свежую продукцию. Потому что надо сохранить в ней как можно больше витамина С. И когда вы готовите что-то, необходимо обязательно провести мероприятие по сохранению витамина С. Ну то есть подвергать тепловой обработке минимальной и щадящей. Следующий фактор, который способствует превращению уже дальше вот этих всех опасных соединений в канцерогенные, но даже не то, что превращение, а их воздействие канцерогенное, это, конечно же, потребление пищи с большим количеством антиоксидантов. Среди антиоксидантов это и аскорбиновая кислота, и антоцианы. Но вот обратите внимание, что в кабачках, в тыквах, в огурцах, да, огурцы могут быть белыми точно так же, как и кабачки. Однако же и зелеными, как кабачки, да, ну вот желтыми тоже могут быть, как кабачки. Однако они никогда не бывают ни красными, ни розовыми, ни фиолетами. В тыквенных овощах совершенно не накапливаются антоцианы. Поэтому, вот я еще раз не повторю, не устану повторять, что моим выбором являются желтые кабачки. Потому что они одновременно с витамином С содержат значительное количество каротиноидов, которые являются сильными антиоксидантами и очень полезны для здоровья. И предотвращают вот этот канцерогенный эффект нитратов, нитритов. Следующий важный момент – это с чем есть овощи и фрукты, которые богаты нитратами. Ну, среди фруктов лидером по накоплению нитратов являются виноград, яблоки и груши. Дело в том, что как раз нитрозаминовые соединения требуют присутствия соединений азота, чтобы из дополнительных, да, аммиачного, аммонинового азота. И именно поэтому потребление продуктов, богатых вот этими нитритами, одновременно с белковыми продуктами, является очень нецелесообразным. Поэтому постарайтесь разделить потребление овощей и фруктов с потреблением мяса и творога. Ну, фруктов в таком случае, если вы считаете, что они богаты нитратами. Потому что все-таки за нитрачивание фруктовой продукции, именно там клубники, земляники садовые, смородины, малины и так далее, может быть только в том случае, когда вот вы делаете такие неразумные подкормки, там какими-то массированными дозами органических удобрений подкармливаете свои фруктовые ягодные растения. Ну, а овощи, это вот просто они, как правило, содержат значительное количество нитратов. Поэтому отделите их потребление от потребления мяса. Между прочим, во всю колбасную продукцию, которую вы покупаете в магазинах, кладутся нитриты. Нитриты, прям вот эти нитриты, которые вредные, они прям кладутся туда специально для того, чтобы сохранить цвет мяса. И получается, что особенно при высокой температуре, когда вы потребляете нитриты вместе с белками, вот с этим мясом в колбасе, то это самая опасная комбинация, которая как раз может приводить к возникновению раковых заболеваний. А особенно нельзя ни в коем случае жарить эту колбасу, потому что когда вы просто колбасу едите, то риски у вас возникают в организме. А когда вы ее жарите, то эти нитрозосоединения канцерогенные образуются непосредственно уже в вашей колбасе. Поэтому не готовьте кабачки с мясом, да, не готовьте там раннюю капусту с мясом ни в коем случае. Не потребляйте овощи, богатые нитратами, зелень вместе с белковой пищей. И остановлю, ну это вот такие самые простые элементарные вещи, да, касающиеся нитратов. На самом деле нитраты, если вы будете соблюдать все вот эти правила, о которых я сказал, могут быть даже полезны для вашего организма. Известно, что свекольный сок, который очень богат нитратами, расширяет сосуды, понижает давление, приводит в порядок сердце. Почему? Они содержат нитраты, и точно так же нитраты содержат, они освобождаются нитраты в организме, когда вы потребляете таблетки наподобие нитроглицерина. Тогда это тоже работают нитраты. Поэтому нитраты могут быть полезны только в том случае, если вы их употребляете правильно. То есть вот эти простые правила потребления нитратов, они полностью, ну практически полностью сведут на нет опасность нитратов, не надо их бояться. И в то же время могут принести вашему организму даже пользу. Поэтому я вот ем эти кабачки в огромном количестве, без проблем, без всякой боязни, потому что я их ем правильно. И относительно приборов, бытовых приборов, с помощью которых можно померить нитраты. Я не рекомендую, ну вы можете потратить на них деньги, но я могу сказать так, что я человек, который достаточно много работает с нитратами. Мы, конечно, меряем нитраты в основном в природной воде, в колодезной воде, в рамках экологических проектов. Но в общем какая разница мерить их в кабачке или в колодезной воде, там только количество различается. Для того, чтобы правильно и грамотно измерить количество нитратов, содержание нитратов, необходимо настоящее профессиональное оборудование. Большинство любительских, особенно дешевых приборов, которые вам рекламируют, покупаете и не будете знать беды с нитратами. Ну вернее будете знать сколько нитратов и что мне это все выбросить? Нет, конечно. Надо просто разумно это потреблять. Так вот, эти приборы в основном меряют не нитраты, они меряют общее содержание солей здесь, в этой продукции. То есть они даже вам не нитраты показывают, они показывают общее содержание солей. Поэтому я не рекомендую их покупать, это не имеет большого смысла. И как я вам уже сказал, сохранить здоровье можно, даже потребляя продукцию с высоким содержанием нитратов, те же арбузы, дыни, но не принеся никакого вреда своему здоровью. Что ж, мой финальный совет, подружитесь с нитратами, используйте элементарные рекомендации канала Процветок и все с вашей и продукцией и с вашим здоровьем будет в полном порядке. На этом я прощаюсь с вами, до новых встреч.